С приветом, Набутов! Это опасно. Может быть, вы еще и бархатный? Доброе утро, друзья! Дмитрий Потапенко на прошлой неделе отправился в отпуск, поэтому эта неделя у нас выглядит следующим образом. Понедельник, среда, пятница, Виктор Набутов, вторник, четверг. Мы с Анной Сергеевной Титовой вас развлекаем. Потапенко проводит замечательные дни на берегу океана, на берегу Баренцевого моря. Греется под солны, смотрит на снег. Так, Евгений Викторович Жаринов, наш любимый и дорогой, придет сегодня в 10 утра. До этого момента мы с вами всякие разные новости обсуждаем. Историк, культуролог, филолог, один из наших колумнистов, замечательный Евгений Викторович. Мы, я думаю, поговорим как раз о традиции всяких новогодних празднований со времен Средневековья. Так, видеотрансляция у нас работает на канале «Серебрянного дождя» в Ютьюбе. Это потрясающе. Да, это потрясающе, скромно сказал. Работают все телеканалы страны. Если вы хотите увидеть опухшие и отекшие морды ведущих «Серебрянного дождя», присоединяйтесь обязательно. Морду, гордиво хитрое. А тебя не показывают, да? Да, я очень хитрое. Но у Гордеева такой же затылок. Если вы долго не... Они немножко отекшие, да. Они немножко отекшие. Если вы не будете понимать, что это моя морда или затылок Гордеева, вы спрашиваете. Объединяйте, ребят. Вы спрашиваете. В принципе, все выглядит одинаково. Так, давай быстренько по вчерашним новостям пробежимся. Вообще, секунду, извини, что я тебя, прости, что я тебя перебил. Я привыкла. Вообще, должен сказать, что удивительным делом вот эта неделя, видимо, в качестве какого-то подарка к Новому году, такое снимающее немножко напряжение, оказалось полной на всякие, в общем, положительные по нынешним меркам новости из общественно-политической жизни прежде всего. Вообще, каких-то, ну, более-менее разумных, рациональных предложений, идей, каких-то тезисов, которые звучали от президента, от членов правительства, каких-то инициатив. Ну, вообще, все как-то, ну, даже удивительно. Решений судов более-менее адекватных. Ну, они компенсировали это некоторыми моментами, я хочу так сказать. Безусловно, но тем не менее, да. Как-то, в общем, да, было не так отвратно читать даже новости. Видимо, это какая-то истерия предновогодняя. Мы сейчас по всему, в том числе, по политике пробежимся, конечно. Ну, давай сейчас, значит, по московскому делу пробежимся. Давай, коротко. Коротко. Вчера стало известно о том, что бывшего фигуранта московского дела Сергея Фомина штрафовали на 30 тысяч рублей за акцию 27 июля. Сергей Фомин, это человек, которого, вы помните, пытались обвинить в том, что он прикрывался ребенком, выходя из вот этого вот заграждения ОМОНа. Ребенком своего брата или сестры. Да, он вообще крестный отец этого ребенка. А, да, да. И пытались родители лишить родительских прав. Вчера Пресненский суд Москвы оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Сообщает об этом Интерфакс. Фомина задержали при этом утром вчера. На него был составлен протокол по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ну, хорошо, это административка, ладно, минус 30 тысяч, слава богу, что так закончилось. Дальше, что еще у нас? Также вчера Мещанский районный суд Москвы вынес приговор 21-летнему Самаридину Раджабову. Вот, это мог быть главный скандал, который мог перебить даже их дело Егора Жукова, между прочим. Я напоминаю, что обвинение говорило о том, что Раджабов бросил пластиковую бутылку, которая, я напомню, не долетела до сотрудника правоохранительных органов, упала на землю. И вот этот звук падения напугал росгвардейцев. Это вообще, ну, уже офигели, люди... Трое потерпевших по этому делу проходило, испуганных. Да, но один, по-моему, было изначально четверо даже. Значит, да, и они сначала не могли понять, что от них требуется, потому что, ну, довольно смешно, что человек в шлеме, в маске, которая размахивает дубинкой, испугался звукопадающей пластиковой бутылки из-под пепсикола. По словам троих потерпевших сотрудников полиции, он напугал их и доставил им моральные страдания. Моральные страдания, да, причем они это поняли только уже на третьем судебном заседании, просматривая видео, бесконечно путались показать. Ну, это же, ну, как бы чистой воды абсурд. Да, судья признала Раджабова виновным, но при этом его отпустили в зале суда, и по нашим временам это хорошая новость, назначив штраф в 100 тысяч рублей. Рублей, причем штраф Раджабову платить не придется, потому что он уже провел в СИЗО несколько месяцев, таким образом перекрыл. Да, но дело в том, что он признан виновным, по факту. Да? Да, и единственное, я должен просто по-мужски, по-граждански поблагодарить одного из полицейских, кстати говоря, который не смог пойти на сделку собственной совестью. Он сказал, я не считаю себя пострадавшим. С собственной совестью и уволился из органов внутренних дел, назвав все вещи своими именами, все происходящее. И, ну вот, это мужской качественный поступок, остальным стыд и позор, откровенно говоря. И еще один приговор фигуранту московского дела, это 30-летний IT-специалист Сергей Суровцев, он приговорен Тверским судом, и вот это уже реальные сроки, к двум с половиной годам колонии общего режима. Суд счел доказанную версию следствия, согласно которой Суровцев ударил металлическим ограждением по пальцам росгвардейца Александра Островерхова, отчего тот испытал физическую боль, при этом Суровцев свою вину не признал. Да. Ну, еще одна, конечно, скандальная новость. Тут, понимаете, ФБК потеряли сотрудника, Руслана Шеведдинова, и выяснилось, он перестал в какой-то момент, он пропал, он перестал выходить на связь, так вот выяснилось, что Шеведдинова забрали в армию. Там была целая спецоперация с колоссальным, видимо, количеством потраченных дополнительных денег, его забрали в армию, и не просто забрали в армию. На новую землю. Причем, насколько я понимаю, для этого, так сказать, не было оснований, там целая история, то есть этот призыв был незаконен, у него была отсрочка вполне официальная, так его еще увезли на новую землю. Как говорят в военном комиссариате, место было выбрано в соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности. Ага, понятно, да. Решение уже Мосгорсудом утверждено, он уже на месте. Да, 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 понятно. Ну, желаем хорошей службы. Что можно сказать? На благо Родины. Ну вот, пишут нам сегодня, по крайней мере, Медуза, Шевединов подлежал призыву на военную службу, но до октября 2019 года уклонялся от постановки на воинский учет 28 октября. По повестке он прибыл в военный комиссариат и по результатам медицинского освидетельствования был признан годным к военной службе. Он не согласился с решением призывной комиссии и оспорил его в суде. Да, потому что он должен был предоставить свежие данные КГЭ, там процедурные вещи, вполне возможно, что он вполне годен. Ну, в общем, военный комиссариат говорит, что решение законное, журналисты докапываются и говорят, что нет, приводя в пример всякие процедурные нюансы. Там есть нюансы, вполне конкретные процедурные нюансы. Да. Вот, но, тем не менее, бедного человека забрали в осенние курточки, прямо из горшка, выломав дверь, там, ну, просто, там, в общем, кино и немцы. Из поразивших меня вчера на росте. Так, хорошо, давайте мы скажем так, что все могло закончиться значительно хуже. И штрафы, и даже служба на новой земле, это не самое страшное, что может быть. Считать ли это победой? Я считаю, что нет, к сожалению. Это можно считать предупреждением. Ну, поживем, увидим. Как тебе? Давайте к предновогодним, ребята. Ты хочешь предновогодних? Я думала, Малисон Григорьевича обсудим. Александр Григорьевич шикарь. Это интервью, значит, давайте скажем честно, Лукашенко дал интервью Эху. Эксклюзив. Эксклюзивное. Значит, я, у меня есть подробности, кое-какие любопытные цитаты. Ребят, это просто... Но самое гениальное сегодня... Случай, когда надо пиарить коллег. Надо пиарить, да, абсолютно, 100%. Ну, а это, конечно, жирный кусок, особенно на фоне того, что... Вот уж кто нас нагибает, признайтесь, ребят. Вот давайте, кто более-менее следит за политикой, там, и тем образом это обсуждает. Таких, я уверен, много наших случаев. Вот кто нас нагибает, то это Лука. Ну, просто как хочет. И в хвост, и в гриву зафигачивает, вынимает все, что хочет. Ни американцы никакие, ни европейцы. А ведь на Луку и не наедешь. Ты ж не скажешь, сволочи, предатели, вот они, пиндоский агент. Такой-сякой продался за печеньки Газдепа. Так его... Нет, фигушки, фигушки, не получается. И молчат все Захаровые и так далее. А он просто, ну, измывается. Во-первых, он с Путиным на «ты». Во всех интервью он ему тыкает безостановочно. Стави себя выше. Выше ставит себя. Ну, я говорю, ну, ты, Володя, там, траля-ля. Есть цитаты, сейчас найду. У него, да, у него как и Володя Путина, так и Володя Зеленский. А он, может быть, кстати, и Путину, и старший товарищ, кстати. Вот, смешно. А об этом говорит. Ну, по возрасту, там, он постарше. Более того, последние два гениальных момента, это вот то, что, во-первых, он сказал, ну, кто такие белорусы? Белорусы, это же тоже как россияне, только со знаком качества. Вы согласны с такой точкой зрения? Не, он прекрасен совершенно. Плюс 7903-797-6333 номер для наших смс-сообщений. Уже в WhatsApp комментируйте все новости. Ты знаешь, там прекрасный еще есть нюанс, понимаешь? Когда он, там, говорит и про суверенитет, и про какие-то возможные, там, экономические последствия, там, ухудшения, улучшения экономической ситуации. При этом, он так, знаешь, мне очень понравилось. Он как бы, как бы вскользь отмечает, да. Сначала он, там, говорит о том, что Белоруссия закупает у России. И говорит про нефть, говорит про газ. Причем он говорит. Какая, говорит, единая валюта? Я, говорит, вашим предлагал. Давайте мы у вас за рубли будем покупать. Нет. Только доллары хотят. Конечно. А какой на ц... О единой валюте мы говорим. И при этом, он, знаешь, так как бы вскользь, говорит, ну, так просто, я просто хочу сказать, что вообще-то в Европе газ и нефть девать-то некуда. И цены-то там пониже. Да-да-да. Понимаете? А мы тут как у братушек у вас, типа, прикупаем. Так, чтобы вы подумали. Гений. Абсолютно гений. Значит, что еще любопытно? Вот потрясающий вопрос, послушайте. О союзном государстве. Так. Так, так, так. Вот. Вы хотите общего президента? Выборы? Я этого не боюсь. А совсем простой вариант, который будет в России воспринять, и в Белоруссии тоже в плане единого государства, ну, отлично. Вы, россияне, вступаете, Россия, вступаете в состав Белоруссии, заявил Лукашенко. Да, этим заканчивается, по-моему. Ни россияне, ни белорусы не будут против такого. Как вам такой потрясающий вариант? Самый простой, да, вариант в плане единого государства. А почему? А почему нет? А почему нет? Друзья, 730-101, телефон прямого эфира. Вот мне интересно, доброе утро, здрасте. Доброе утро, вы в прямом эфире. Ну что, вступаем в Белоруссию? Алло, доброе утро. Прошу вас, здрасте. Да, доброе утро, Виктор, доброе утро, Дарья. Доброе. Москва, Денис, ваш постоянный. Да, здрасте, Денис. Ага. Да, значит, смотрите, давайте так. По поводу Лукашенко, мой прогноз. Так. С ним разберутся свои же внутренние ребята. Ага. Вот просто поверьте, да. Так. И закончится все просто чем, что, ну, естественно, будет какой-то союз с нами и все. А разберутся, что вы имеете в виду, простите, я, тут разные могут быть варианты. На пенсию. А, таким вопросом. На пенсию отправят просто и все, конечно, конечно. Ну, потому что это подобие СССРовского генсека, оно уже как бы даже в Белоруссии все доело, потому что много друзей там у меня живут и здесь в Москве ребята белорусы есть. Так. Вот и все, поэтому это просто все закончится. Ну, вот смотрите, извините, у меня котретезис сразу. Вот смотрите, парадоксально, но факт, что Лукашенко, гений, который умудряется столько лет балансировать между двумя как бы центрами, большими центрами притяжения Европы и России, он же сейчас фактически становится парадоксально знаменем белорусской оппозиции, которая вся, которая и многие белорусы хотят больше интеграции с Европой, а не с Россией, естественно. Они это прекрасно понимают, чем нам союзное государство им грозит. И вот он, мне кажется, у него сейчас довольно крепкая позиция. Плюс вся структура под него построена. Номенклатура вся. Может быть и так, нам какие-то нюансы тяжело анализировать, потому что мы, во-первых, в другой стране, а внутри совсем по-другому. Я думаю, все, как и везде, решает группа из десяти человек, условно. Ну, конечно. Не народ. Уж тем более не в Белоруссии, да. Просто не народ. Ну, поэтому они там соберутся между собой в узком кругу друзей, посидят, обсудят, скажут пару тостов и решат, как это будет. Да, но вы поймите... А вы, извините, Денис, но у Лукашенко выстроена тоже, значит, номенклатурная система, которая полностью от него зависит. Собственно говоря, как и у нас. Вот только в меньших масштабах. Так им совершенно не выгоден в саде, потому что они все потеряют все. Их выжмут моментально. Да, возможно. Но, знаете, я, честно говоря, не помню, кто это сказал, но фраза очень такая прям крылатая и на все века. А предательство – это всего лишь навсего вопрос времени. Да, к сожалению, правильная фраза. Не помню, кто сказал, но кто-то вот из великих. Но это однозначно случится. И чтобы не занимать короткое эфирное время, потому что дозвониться всем тяжело, а все хотят, я последний комментарий по поводу итогов брошенной бутылки и моральных страданий наших росгвардейцев. Я честно скажу, я всегда был более-менее лоялен, скажем так, в власти, к их поступкам. Но вот эти все летние события и итоги их, конечно, меня просто-напросто... Этой лояльности просто, ну, вот, лишили. Ну, потому что это просто стыд. Стыд и срам. Вот это формулировки и эти итоги, как это все, ну, решилось. Я считаю, что вот те молодые поколения, которые занимаются интернетом, там, да, вот этими вот всякими мемами, они просто должны сейчас запозорить и закошмарить вот этих вот трех бедных с психологической травмой росгвардейцев. Бедные росгвардейцы. Спасибо, Денис. Но это с точки зрения здравого смысла, человеческой элементарной какой-то порядочности в отношении себя. Стыд и позор, мужики. Я понимаю, что по службе нагнули, сказали, надо пойти и дать показания. Все это... Ну, это все смешно даже обсуждать. Испугались. Как можно услышать звук упавшей бутылки, когда ты в шлеме и балаклаве? Это невозможно. Люди тонкой душевной организации. Тем более, ты представляешь себе, какой гул стоит там, народ, скандирование. Но это абсурдно. Это абсурд. Уже вот это маленькое, поверхностное наблюдение. Этого не может быть. Можно следственный эксперимент провести. Кто это будет делать? Кто это будет делать, Витя? Ну, условно, ладно. На самом деле, мы с Денисом очень похоже, видимо, рассуждаем по многим вопросам. В том числе и по этому делу. И он абсолютно правильно говорит, что если бы парней посадили... Я не беру случай, где был там физический контакт. Ударили там, пускай по руке, по пальцам. Ну, как бы основание, зацепка была. Хотя, конечно, смешно это обсуждать. Кстати, вот я, извините, вспомнил, по-моему, где-то в какой-то из скандинавских стран. Сейчас был осужден. Могу наврать. Где-то я читал, но из западных стран. А, или во Франции. В какой-то из скандинавских стран. Нет, ничего не происходило. Во Франции. Значит, полицейские во время этих желтых жилетов, значит, за удар демонстранта. Да, да. Заснятый на видео штраф 1000 евро. И так далее. Вот и все. Автоматом суд. И там, по-моему, увольнение с работы и прочее. За превышение там. По-моему, там целая какая-то интересная. Друзья, возвращаясь к разговору и к вопросу вам. Напомню, что Александр Лукашенко в интервью нашим коллегам с Эхо сказал следующее. Что самый простой в плане единого государства вариант это то, что Россия вступает в состав Беларуси. Как вам такой вариант? Как вам такой вариант? Это любопытно. Александр пишет. Лука Скайуокер. Фантастический человек. Фантастический. Что я хотел сказать? Так вот, по поводу... Я с Денисом согласен. По поводу нового поколения. За которым будущее. И которое, конечно, все в интернете. И так или иначе, даже не будучи вовлеченными в политические дела. И, может быть, не очень интересуетесь. Все равно они все это видят. Они понимают прекрасно абсурдность всего происходящего. То у них бы появились свои, знаешь, как 300 спартанцев. Теперь у них есть свои мученики. Да. Ты прав. Ну, потому что это смешно обсуждать. И оправдать было невозможно. Бояться начать... Понятно, что это волнение все это далеко не последнее. И следующий год у нас будет, я думаю, что посерьезнее, чем этот. Что количество проблем никуда не девалось. Они будут только нарастать. Вот. И оправдать нельзя было. Соответственно, надо было выбрать какой-то промежуточный вариант. Там немножко дать заднего. Ну, вот всех признали виновными. Но, дескать, сажать не стали. Дали там какие-то штрафы. Одного отправили вот служить на новую землю. Какая показательная порка. Это сотрудник ФБК, я хочу напомнить. Вот его отправили. Ну, да. Такие тактические маневры проводятся. Ну, посмотрим, что будет. 730-100-1-7903-797-6333. Номер нашего смс-портала. Он же номер ватсапа. Работает трансляция на канале Серебряного дождя в YouTube. Оставайтесь с нами. Мы скоро продолжим. С приветом, Набутов. Всем привет, дорогие друзья. С наступающим Новым Годом. Хочется, чтобы все-таки... Не знаю, как у вас год получился интересным, напряженным и тяжело заканчивается. Буду откровенен. Вот так у меня, например. Уже поскорее бы он закончился. Все, да, тяжело. Тяжело, согласно. Скорее бы лежать лицом в оливье, вдыхать майонезные пары. Да, 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 заливая все это чем-нибудь химическим пузырячим. Ну вот зачем ты сейчас это начал, Виктор? Нам еще пахать, вагоны раскружать. Наши слушатели комментируют самые разные новости. Друзья, я напомню, что мы начали с обсуждения вчерашних приговоров по московскому делу. И также интервью Александра Лукашенко, нашим коллегам с «Эхо Москвы». Про московское дело пишут нам о том, что гвардейцев, испугавшихся пластиковой бутылки, нужно признать профнепригодными и уволить. Но, еще раз говорю, это абсурдно это обсуждать, откровенно говоря. И, конечно, подобный проговор – это полная дискредитация судебной системы российской. Потому что невозможно услышать шум падающей бутылки во время массового митинга. Находясь в шлеме. Пустой причем бутылки. Один из полицейских, честно сказать, не признал себя потерпевшим и уволился из органов. Честь ему и хвала хотя бы сохранил чувство собственного достоинства. Это дорогого стоит. Еще раз, я забыл, как его фамилия, к сожалению. Но по-человечески, по-мужски, как соотечественнику и гражданину я выражаю свой респект. Да, то, что касается интервью Лукашенко. Я напомню, что там такая фраза звучит по поводу объединения, интеграции, точнее, как это называется. Что самый простой вариант в плане единого государства – это чтобы Россия вступила в состав Беларуси. Юлия из Казани нам пишет. «Здравствуйте, не думаю и не верю, что будет какое-то объединение с Беларусью. У них там порядок, оно им надо, наводить порядок еще и у нас». Там, кстати, такой тонкий есть момент, но, опять же, не только смешной, когда Алексей Венедиктов говорит, что вы же последний диктатор Европы. И Лукашенко говорит, что я чувствую хитрый причем, что он говорит «не-не-не, уже не я». Уже не он. Уже не я. Гениально. И это правда. Ведь европейцы поснимали кучу санкций с него. Персонально, из Белоруссии. И он перестал быть последним диктатором Европы. Последний диктатор Европы сидит буквально в двух километрах от офиса радиостанции «Серебная дождь». Ну, диктатором, наверное, сложно назвать. Так, автократ. Скажем так. Значит, еще несколько кусочков. Он несколько раз повторял в ответ на разные вопросы вот эту историю о вступлении России в состав Беларуси. Человек разговаривает о включении страны туда-сюда. Я говорю, слушайте, вот нормальный вариант, давайте в состав Беларуси включим Россию. А почему нет? Как вам такая, друзья, история? Валерий из Нижнего пишет нам, а можно вступить не в Беларуси, а во Францию или в Германию в крайнем случае? Можно, но, к сожалению, только на танках. Такой вариант рассматривается. Почему? Нам вот, например, слушатель Николай пишет, а может мы вместо вступления в Беларуси опять начнем войну с Финляндией? И тут же садимся, и тут же садимся, и тут же капитулируем. Да, это старый анекдот. Давайте, ребята, я на самом деле все-таки Новый год говорю. Неделя получилась удивительно, в общем, на какие-то, ну, хотя бы, ну, более-менее пристойные новости, разумные, приятные по нынешним временам. Нам страшно говорить, что мы, конечно, вот это считаем уже какой-то победой, как штрафы, а не заключение для фигурантов московского дела, талантливых молодых ребят, которые вышли на улицу по делу, понятно. Но глава Колокольцев, глава МВД поручил привлечь в дисциплинарную ответственность министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина из-за неполного служебного соответствия. Это серьезное очень, кстати говоря, взыскание, такая серьезная мера. А также уволить из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений с участием школьников из Татарстана. Ну, я думаю, что эти кадры вы все видели. Значит, МВД Татарстан назначил служебную параметру с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению полицейских учений. Значит, вот действительно, в соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудники органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы. В качестве толпы использовались как раз школьники. Более того, девушки, которые выложили это видео и снимали, видимо, из окна школы, к ней пришли ночью, как обычно это делают. Там ранним утром по старой ГБшной, НКВДшной традиции, значит, сломали дверь, требовали раскрыть, кто снимал эту запись, почему она ее выложила. Ребят, вы понимаете, на фоне массовых эвакуаций школ, детских садов, торговых центров, вокзалов и судов, в которых Москва живет в состоянии последние, сколько там, два месяца получается примерно, да? Ну, месяц как минимум. Эти люди, вместо того, чтобы заниматься вот этой проблемой, нам сегодня опять пишут, что, да, у ребенка за неделю третья или четвертая эвакуация. У меня у подружки шестая, вот я смотрю сейчас в Инстаграме. Вместо этого они приходят ночью к человеку, который выложил видео вот этого безобразия. И спрашивают, вы с какой целью это выложили? Кто вас об этом попросил? Да. Кстати, любопытный момент, вы обратили внимание, мы обсуждали же и в новостях, естественно, и не только мы, как раз вот эту лавину эвакуации безостановочных каждый день, и не только в Москве, а в разных регионах страны, вы обратили внимание, что не эвакуируют аэропорты и торговые центры. Что для меня довольно странно. Нет, пару эвакуаций торговых центров было. Торговые центры, может быть, главные аэропорты, боятся парализовать, хотя обязаны это делать на самом деле. Боятся парализовать движение и вызвать, это моментально, вот уж люди, оставшиеся без отлетов своей Таиланды и теплые страны, а еще и каждый день, если это будет происходить и сотни тысяч людей, они сами в Кремль войдут. Спасибо нашей слушательнице, которая напомнила имя и фамилия уволившегося росгвардейца, который не стал вот в этом цирке принимать участие, Виталий Максидов. Виталий Максидов. Спасибо огромное. Остальным стыд и позор. Я понимаю, что нам наплевать на наши слова, но поверьте мне, вот Господь Бог существует, аукнется сто процентов. Сто процентов. Этим пацанам трем. Они, конечно, не крайние, они не виноваты, что система такая, но тем не менее проявить какое-то человеческое достоинство у них была возможность. То есть как сделал их коллега и оставил себя без карьеры, с сладкой карьерой, а может быть и не очень сладкой, кстати, в низовых местах, на низовых уровнях, в Министерстве внутренних дел. Тоже работа не самая благодатная. Ну смотри, Сергей из Подольска написал нам СМС вот с такого содержания. У нас на работе есть жена росгвардейца. Да. Говорит, что служащим на каждом митинге протестующие проламывают головы, бьют росгвардейцев, стражи порядка гибнут при подавлении митингов в Москве, а либеральные СМИ блокируют информацию и выставляют власть неправой. Типа, хоть кого-то удалось поймать и посадить. Такая вот мысль в головах у людей. Я вот, вы знаете, сколько раз была... Можно я оставлю... Да. Сколько раз я видела обратные картины. Это довольно... Ну, это просто, извините, без комментариев. Доброе утро. 730-100-1, здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте, прошу вас. Доброе утро. Доброе, вы в эфире. Сергей Москва. Так. А вы знаете, вот по поводу Лукаша Скайуокера и прочих-прочих, ну, на самом деле, давайте посмотрим в будущее. Может быть, скоро придет судный день? Да. Потому что если росгвардейцы боятся падающих бутылок, то, значит, правительство скоро заменит их, будут роботы. Да, да. Федор. Да. Все. Все. Больше никто никому ничего не должен будет. Да. Кстати, уже рассматривали... Мы даже была информация буквально месяц назад о том, что разрабатывается, по-моему, Ростехом робот для участия в, так сказать, ну, там, для каких-то работ внутри городской среды. Именно по такой человекоподобной... Антропоморфной, то, что называется. Ну, значит, тогда мы скажем нашим росгвардейцам, нашим военным генералам, скоро до свидания... Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Он думает, что на пенсии они никому не будут нужны, и все, им сейчас дают квартиры, и пусть живут. О, это замечательно. Это замечательно. А почему им должны всем квартиры за мой счет давать? И за ваш счет? За людей, которые там работают, платят налоги, на пяти работах убиваются, что-то пытаются сделать вообще? Какого черта? Они еще и на пенсию выходят, между прочим, досрочно. Такая синякура вообще. Прорасплодили госслужащих чудовищное количество. Прости, господи. Вот как-то так. Да, я понимаю ваши мысли. Спасибо. Спасибо большое. А я, кстати говоря, и показательным была история, извините, не хочу задеть ни чехчу, с московским стрелком вот этим безумным, который в ФСБ... Ты имеешь в виду то, что на Лубянке творилось у нас? На Лубянке. Значит, на Лубянке, сразу я напоминаю, буквально через минуту был введен план крепости. Ну, у них есть, видимо, какой-то алгоритм действий. Значит, они все забаррикадировались. Там чуть ли не батальон, значит, сидел вооруженных людей внутри здания. И никто не занимался, как в нормальной стране, первое, это, на самом деле, оградить людей, выступить. Моментальное оцепление, не пропускать, перекрыть движение. Ведь все продолжало, продолжали мимо ездить автобусы, люди, детский мир. Послушай, справедливости ради, они в какой-то момент начали убирать людей, но, тем не менее, пострадавшие среди гражданских тоже есть. Ну, да, по касательной, к счастью, там ничего серьезного. На самом деле, очевидно, что акция... Это был не стрелок, который там хотел массу человеческих жертв, потому что мог в соседний детский мир зайти, там поливать, час там перестрелять вообще чудовищное количество людей. Это понятно, что это было, ну, нацелено против конкретной организации, которая запаррикадировала, значит, у себя. Ну, что, в общем, в этом нет ничего такого. Это, как бы, это алгоритм действий. Но, тем не менее, о людях сразу не думали. Думали, прежде всего, о себе, к сожалению. Доброе утро. Нет, ты знаешь, мы сейчас не успеем. Друзья, буквально... Хочу хорошие новости. Что вы меня... Я хочу про хорошие новости. Ты уже рассказал про увольнение полицейских. Ну, спасибо, господину Кулакольцеву, хотя бы адекватно. А что будет интересно, я не помню, где это, в Красноярске, по-моему, или где было, где на школьной линейке они ходили. Значит, строим дубинки. Бей сверху. Бей снизу, показывали, да. Бей сверху. Дети пришли на линейку, стоят первоклассники, эти космонавты. Ходят по физкультурному залу. Ты понимаешь, мы дожили до фильма «День выборов 2». Ты помнишь, где там как раз в детский дом один из кандидатов привозит спецназ, который устраивает учения, и те кирпичи начинают, значит, ломать, там, обголову ломать руками. И одна воспитательница говорит директору, у нас же эти кирпичи были отложены, мы же там построить вот это хотели. Стой, молчи, может быть, какое-то финансирование выделят. А такое гениальное же было обоснование, для чего это делалось. Это поможет нынешним школьникам и будущим выпускникам определиться с выбором профессии. Мадрыми, мы продолжим через пару минут. С приветом, Набутов. Да, привет, ребята, привет. Давайте в этом часе в проброс обсуждаем вариант, предложенный Лукашенко о вступлении России в состав Белоруссии. Вообще его совершенно гениальное, просто издевательское над Путиным интервью Эху Москвы, нашим коллегам. И самое главное, что наши... Мы их поздравляем, это успех. Наши собачки, значит, не лают, естественно, потому что опасность велика сказать что-то не то, поэтому все Захаровые, значит, эта компания молчат в тряпку на всякий случай. Как вам такой вообще вариант, мы вас спрашиваем. И параллельно рассказываем все-таки какие-то хорошие новости. Вот, например, нет, это еще Красноярская, это у меня я на попозже оставлю. Так, а, есть новый потрясающий генерал-лейтенант федеральной таможенной службы Александр Кизлык. О, да. Долларовый миллионер, о, это прекрасно. Вот хорошая новость, смотрите, Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск представителей партии Яблока об оспаривании итогов подсчета голосов на муниципальных выборах на участке 1290 в округе Московская застава. Это уже четвертый выборный иск от представителей оппозиции, который удовлетворили районные суды в Питере. Питер не пошел на такой жесткий конфликт, хотя там, конечно, было масса махина. Да. Отвязали. Значит, в суде кандидата Яблок Кирилл Касимов и Дмитрий Диканбаев предоставили документальные видео подтверждения того, что при пересчете голосов в ночь с 8 на 9 сентября были подменены бюллетени. Повторный пересчет на участке проходил тайно. Я чудом успел его заснять. В третий раз после этого пересчитывали в ИКМО. Значит, на предоставленных в суде видео видно, что мешки с бюллетенями не опечатаны. Сами бюллетени там новые, немятые, рассказал Ракелов. На данный момент в Москве заставили из 20 депутатов лишь двое в оппозициях Единой России после вступления в силу приговора суда, ну, решения суда, правильно сказать. Таких депутатов станет четверо. Ну, хотя бы какое-то хоть маленькое торжество здравого смысла. Странно, что суд принял к рассмотрению и сам иск, и само видео не отказался рассматривать. Что, в общем, является нормальной практикой для наших слов, когда видео не рассматривается. А четверо против 18 все равно, в общем, ничего не решает, по большому счету. Но, тем не менее, мы по нынешним временам и эту победу здравого смысла вынуждены рассматривать как большую победу. Маленькая новость, а приятная. А у меня есть приятная новость от Валентины Ивана Матвиенко. Это что еще? Что бабуля хочет? Ха! Сейчас ты заговоришь по-другому. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для микропредприятий налоги нужно отменить, а для малого бизнеса снизить. Мы сейчас вернемся. Что происходит? Это, на самом деле, Валентина Матвиенко держит нос по ветру, и она смогла упредить, обладая информацией, выступление Путина. Он сегодня встречается с бизнесменами. Он на следующий день после заявления Матвиенко, то есть вчера заявил Путин, а заявление Матвиенко позавчера было, на самом деле. Он, значит, выступил о том, что надо по поводу регуляторной гильотины и о создании качественного инвест-климата в стране и всего остального, значит, что, дескать, надо подумать о малых и средних предприятиях и так далее. Налоги надо на малый бизнес снижать, я в этом убеждена. Отдача будет гораздо больше, сказала Валентина Ивановна. Также она считает, что будет проще отменить вообще налоги для микропредприятий. Они, цитата, окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов. Витя что происходит? Что Витя? Витя сколько лет подряд это предлагает сделать? И не только Витя. Ты сразу не мог к Валентине Ивановне сказать? Она, между прочим, из ваших. Я готов заменить Валентину Ивановну, тем больше, мы оба питерские, какие проблемы на посту спикера Совета Федерации. Проблема небольшая. Эффективность вырастет, поверьте мне, в разы. И упоминание Совета Федерации и средства в вас информации. Я думаю, что, может быть, просто Валентина Ивановна готовится к 24-му году, потому что еще вчерашнее ее заявление. Она, опытный комсомольский боец. Она предложила сделать 31 декабря навсегда выходным днем. Да потрясающе. Со следующего года, ребята. Все для людей. Все. Удивительно, что мы столько лет в политике Валентины Ивановны только сейчас об этом вспомнили. Равно как и про малые и микро и малые предприятия. Доброе утро. Пришло время. 730, 101. Быстренькая минутка. Здрасте. Здрасте. Доброе утро. Да. Прошу вас. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Ох, хорошее настроение. Здрасте. Солнечный Казань вас приветствует. Ура. Доброе утро. Я третий день подряд выхожу в эфир и чувствую себя внештатным корреспондентом. Наш казанец. Да. В тренажном дождя. Да, прекрасно. Да, конечно, казанецка в конце года прозвучала не совсем положительным ключем. Мы снова как-то проявили себя, скажем так. Но таков опыт, что поделась, это жизнь печальная, но скажем так вот. Но я хочу рассказать о, допустим, кадетской школе у нас какой положительной наметился тенденции. Темы, наверное, схожи. Ах, не успеет. Да, простите, не успеет. Давайте продолжим в начале следующего часа. Тем более, вам так везет до нас дозваниваться. Да, 730-101, телефон прямого эфира, плюс 7903-797-6333. Я не знаю, как у тебя. У меня есть еще хорошие новости. Еще лучше, чем мы обсуждали. Да.